Здравствуйте, в студии Сергей Станчик и вы смотрите специальный информационный блог, в ходе которого мы приглашаем экспертов поделиться своим мнением на актуальные темы международной повестки. 21 апреля в островной провинции Хайнань состоялась церемония открытия Буаусского экономического форума. Тема мероприятия в этом году звучит как «Пандемия и мир. Продвижение глобального развития и строительство совместного будущего». На него приглашены китайские и иностранные эксперты. Главная тема обсуждения – развитие мира и азиатского региона в постпандемийный период с упором на экологию, инновации и сотрудничество. Побеседовать на эту тему мы пригласили декана Института международной экономики Китайского университета международного бизнеса и экономики Сан-Байчуаня. Здравствуйте. И первый вопрос. Сегодня председатель КНР Синдзипин выступил на церемонии открытия Буаусского экономического форума. Как вы можете прокомментировать его выступления и какие из его высказываний оставили у вас наиболее сильное впечатление? Председатель Синдзипин много говорил о вызовах, с которыми сегодня сталкивается мир. Я считаю, что все, что он говорил об этих вызовах, включая то, что пандемия еще не завершилась, что мир претерпевает серьезные изменения, что обостряются вопросы, связанные с безопасностью, что экономическое восстановление пока еще очень слабое, что в ближайшие 8 лет вряд ли удастся восполнить дефицит в глобальном управлении, что человечество сталкивается со множеством общих вызовов и пока еще не нашло эффективные способы их разрешения, особенно с теми вызовами для развития человечества, которые возникают из-за одностороннего подхода, гегемонизма и экстремизма, это все очень важные факторы, влияющие на стабильность в мире и продолжительное развитие. И очень глубокое впечатление у меня оставила его мысль о том, что для преодоления этих вызовов необходимо укреплять сотрудничество в глобальном масштабе, менять международный экономический порядок, уходя от одностороннего подхода и гегемонизма. Нужно ориентироваться на сотрудничество, открытость, искать общую выгоду, строиться общество единой судьбы человечества, укрепляя сотрудничество и сплоченность. Большое внимание на форуме уделяют интеграционным процессам в Азии. Создание всестороннего регионального экономического партнерства приводит к значительному снижению тарифных и нетарифных барьеров, выводя на новый этап развития регионального сотрудничества. Что вы можете сказать об этом соглашении? Какую роль, на ваш взгляд, в его реализации может сыграть Китай, будучи крупнейшей экономикой Азии? Интеграция в Азии неизменный процесс, а создание всестороннего регионального экономического партнерства демонстрирует радужные перспективы для укрепления сотрудничества между азиатскими странами. Китай играет очень важную роль в реализации этого соглашения. В Китае внимательно рассмотрели законы и правила, которые могут противоречить положениям соглашения и намерены ускорить внутренние реформы, чтобы состыковать все эти положения. Китай продвигает экономическое сотрудничество в Азии, полностью реализуя соглашение о всестороннем региональном экономическом партнерстве. Выполняет свои обязательства ПАВРЭП, чтобы стабилизировать систему логистических цепочек в Азии, внося вклад в стабилизацию глобальных цепочек поставок и производственно-сбытовых цепей. В опубликованном докладе Баосского форума об экономических перспективах и интеграции в Азии в 2022 году говорится, что в 2021 Азия стала важным двигателем глобального экономического роста и экономического восстановления. Как вы считаете, какие шаги может предпринять Китай для того, чтобы придать новый импульс глобальному восстановлению за счет структурных преобразований и научно-технических инноваций? В последние годы Китай делает упорное высококачественное развитие, трансформацию моделей экономического развития путем внедрения инноваций, развития сотрудничества и усиления открытости. В этом процессе, с одной стороны, Китаю нужно усиливать защиту прав на интеллектуальную собственность, а с другой создавать международную, правовую, ориентированную на рынок, деловую среду, наращивать контакты с другими странами в научно-технической сфере и обмен талантами, техническими специалистами и так далее, при этом продвигая инновационное развитие Китая. Наращивая сотрудничество с разными странами, нужно защищать глобальную экономику открытого типа, придерживаться многостороннего подхода, противостоять протекционизму и гегемонизму, адаптироваться к тем требованиям, которые возникают на глобальном рынке для развития международного распределения труда и производственных мощностей. Таким образом, наращивая сотрудничество и налаживая глобальные потоки в условиях открытой глобальной экономики, будут обеспечены соответствующие гарантии для инноваций. Одна из важных тем форума – сотрудничество в рамках одного пояса, одного пути. Могли бы вы рассказать немного о том, чего Китаю и странам, участвующим в проекте, уже удалось добиться за эти годы в сфере строительства инфраструктуры, развития торгово-экономического сотрудничества и в других областях? И, как на ваш взгляд, целесообразнее всего объединять реализацию этой инициативы с созданием зеленого, низкоуглеродного и продолжительного пути общего развития? Инициативу «Один пояс, один путь» предложил Китай, но предложил ее для всего мира. Исходя из этого, Китай реализует стыковку с национальными стратегиями развития других стран, в том числе с российско-евразийской стратегией. Идея заключается в том, чтобы все страны получили максимальную выгоду из реализации этой инициативы. К примеру, если мы говорим об инфраструктурном развитии, то здесь был создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. По китайской инициативе и к созданию этой финансовой организации подключилось множество стран. При выборе инфраструктурных проектов он руководствуется такими принципами, как совместное обсуждение, совместное строительство и совместное использование. Также Китай способствует индустриализации стран одного пояса одного пути путем передачи им передовых производственных мощностей, чтобы страны всего мира могли получать хорошие дивиденды промышленного развития в ходе участия в строительстве пояса и пути. Также как и от усиления финансовой интеграции, инфраструктурной взаимосвязанности и укрепления торговых связей. В процессе строительства пояса и пути эти страны получают шансы для инвестиций и торговли на огромном китайском рынке. Они улучшают свою инфраструктуру, усиливают свои способности в развитии внешней торговли и инвестиций, в социальном развитии и в других сферах. Спасибо, профессор, что приняли участие в нашем эфире. А я напомню, что с нами на связи был декан Института международной экономики Китайского университета международного бизнеса и экономики Сан Байчуань. В студии работал Сергей Станчик. До новых встреч в эфире.